А это сообщение так бы в общем и затерялось среди бесконечного потока информации. Студенты из Нигерии приехали учиться в Беларусь. Если бы не одно но. Агентство написали, граждане из африканской страны подозреваются в боевых действиях против своего правительства. Тут же по стране поползли страшные разговоры. Зачем, мол, Беларусь приютила потенциальных террористов? Наш корреспондент Наталья Козей слухом не поверила и решила познакомиться со студентами из Африки. Как и у всех иностранцев, первое впечатление о Беларуси – здесь так красиво и, главное, чисто. Вот только в родной Нигерии сейчас жара плюс 35, а в Минске сегодня минус 18. Да еще и влажность какая. Денис и Клинтон дружат с детства. Вот и в Минск решили вместе приехать. А Беларуси знали только то, что здесь суровые зимы и президент Лукашенко. Здесь, ну, очень холодно. Знаете, так непривычно. Нужно надевать теплую шапку, куртку, сапоги и толстые носки. Физика, математика, информатика на английском плюс обязательно русский. Этому парню так холодно, что даже в душной аудитории бедняга не снимает шапку и варежки. Слухи о том, что эти иностранцы на самом деле боевики из дельты Нигера, еще накануне их приезда расползлись по всей Беларуси. Я думаю, это те самые боевики, которые уже несколько лет воюют против властей Нигерии. Я слышала, что они нападают на христианские общины и убивают людей. Да-да, я читал, что они уже 500 человек убили в прошлом году. И зачем они к нам в Беларусь едут? Они нам не нужны. Несмотря на поднявшуюся шумиху, ректор одного из самых престижных белорусских университетов информатики и радиоэлектроники Михаил Батура поверил молодым нигерийцам и принял таки их в альмаматор. Правда, пока только на подготовительные курсы. Может быть, возраст об этом кому-то намекает. Возраст этой группы от 19 до 26 лет. Но мы же принимаем по программе правительства по реабилитации молодежи пострадавшей. Однако подтвердить эту информацию в нигерийском правительстве так и не смогли. Или не захотели. А потому, за что пострадали. И как именно, так и осталось загадкой. Эти студенты не пострадали ни от каких религиозных причин. Они не относятся к этой категории. Позже представитель правительства Нигерии Стефани Асунде приоткрыла завесу тайны и рассказала, каким образом они договаривались с правительством Беларуси. Надеемся, что на сегодня мы уже смогли переубедить в белорусскую сторону. Это обычные граждане, такие же студенты, как и все другие. Впрочем, обычным гражданам из Нигерии пока не до дипломатических вопросов. Сегодня на повестке дня, что приготовить на ужин. Кипящая кастрюлька с макаронами, неубранная кровать. В общем, все, как у рядовых студентов. Всех нигерийцев заселили в общежитии университета. Вот только пока что ни Денис, ни Клинтон не подружились ни с одним из белорусов. На нашу просьбу показать фотографии семьи или какие-нибудь вещи, привезенные из далекой Африки, и Денис, и Клинтон как будто не отреагировали. Зато охотно согласились станцевать для нас. Пока молодые люди из Дельты Нигера осваиваются в белорусской столице, студенты из белорусской глубинки присматриваются к новичкам и следят за всеми публикациями в СМИ. Это еще не факт. Если честно, не очень страшно. Может, они будут хорошие люди и хорошие вообще. Раз они смогли поступить в этот университет, то я не думаю, что это плохие люди поступили. Поэтому не страшно. Да и учатся на другом потоке. Поэтому думаю, все будет нормально. Между тем, 25 нигерийцев в Беларуси – это, скорее всего, только начало. Уже сегодня стороны ведут переговоры о возможном прибытии еще 75 молодых людей из Нигерии. Но сперва Денис и Клинтон должны доказать белорусским преподавателям, что они способные ученики. Это не серьезно. Какие же мы гангстеры? Люди говорят, дай-ка я посмотрю на тебя. Ты плохой. Белорусы боятся, что приехали какие-то бандиты. Мы чувствовали это в аэропорту. Там внимательно смотрели на наши паспорта. На самом деле мы не такие. Пока Денис и Клинтон гуляли по городу, успели познакомиться с двумя мальчишками – грузином и азербайджанцем. Если иностранцы встречают друг друга с распростертыми объятиями, то большинство белорусов настороженно относятся к новичкам. Для них само название «Дельта реки Нигер» звучит как-то устрашающе. Денис и Клинтон пока не знают, как сломать этот стереотип. Наталья Козель, Алексей Мартынов вместе из Беларуси.